Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Марина Цветы! Сегодня я хочу вам объявить, предупредить и напомнить, что у нас строится, дорогие зрители, канала Марина Цветы. Мой канал это жизнь цветов и я хочу напомнить вам о том, что весна, начало лета, в природе существуют необыкновенные такие гармонии. Посмотрите, растут цветы, все стихии самые активные, такое прекрасное небо, вода, земля и вот травы, которые появляются у нас в этот период весна, начало лета, несут огромную энергию, резервы природы, земли действительно аккумулируются в этих растениях. Если вы, зритель моего канала Марина Цветы, на протяжении всего года, я столько вам рассказала истории, легенд о цветах, пожалуйста, сейчас я хочу обратить внимание, не упустите это время до троицы, не только полюбоваться прекрасной природой, но и собрать травы, растения полезные, целебные, лекарственные, буквально там, где вы живете. Любой лук, вот клевер вы можете обратить внимание, ромашка, даже вот дуб какой прекрасный, вот перед нами, очень красивый. Все, кто занимается баней, сауной увлекается, именно сейчас до троицы не упустите этот момент. Вам надо саккумулировать природные ресурсы, богатства, для того, чтобы целый год на протяжении всего года, осень, зима и весна, наслаждаться дарами природы. Дорогие зрители канала Марина Цветы, мы не только выращиваем овощи и фрукты, посмотрите, мы еще живем в таком прекрасном мире, который нас окружает. Обязательно обратите внимание на травы, которые растут в вашей местности. Сейчас они все цветут, они наполнены резервами. Мы собираем травы в период, когда солнце, когда нет дождей, нет росы. Очень хорошо собирать, вот посмотрите, вторая половина дня, травы все просушенные, росы нет, влаги нет. Вот насекомые уже практически все покинули эти растения, пчелы, осы, они уже все улетели по домам. И вы сейчас можете в полной безопасности собирать прекрасные травы для своего здоровья, для бани, для сауны, для того, чтобы делать ароматные чаи. Ведь мы все такие чайманы, мы все такие продвинутые в чаях, зеленые, чай черные, мы все с вами гурманы. Но вот посмотрите, сколько красивых, прекрасных растений нас окружает, которые полезные, лекарственные, целебные. И мы можем тоже с вами создать чай травяной, который будет очень приятный, очень ароматный. Конечно, много пряных трав растет у вас на грядке. Я вам советовала завести такую грядку, где растет и мята, и мелиса, и чебрец. Но вот поля, луга, которые мы имеем возможность выезжать, путешествия, которые, конечно, находятся вдали от дорог, от мегаполисов. Травы должны быть очень чистые, расти в экологических местах. Они должны нести солнце, они должны быть наполнены влагой дождей, ветром. И вот такое прекрасное растение. Пожалуйста, собирайте в местах, где вы живете, экологических, чистых. На втором канале Домашний Ачерс Марины я открыла новый плейлист «Народная медицина». И уже много вам рассказываю рецептов о травах, о маслах. Но сегодня канал «Марина Цветы». Я хочу объявить, что роется, и мы с вами должны закончить сбор лекарственных трав. А все, кто увлекается баней и сауной, вы до этого времени должны уже себе подготовить венички. Дорогие мои друзья, зрители канала «Марина Цветы», Особое внимание обращаю всех банщиков. То, что самая лучшая энергия у дуба, у березы, у лесного ореха, это деревья, которые мы используем с вами для процедур в бане, в сауне, для здоровья, для омолаживания, просто для релакса какого-то. Самое лучшее время – это до троицы. Растение именно до этого времени максимально энергетично, целебно и полезно. Лист достаточно изумрудный, хорошо держится на черенке. Посмотрите, дуб не поражается еще болезнями, которые имеют место быть тоже в течение лета. Очень хорошо он гнется, он эластичный. Поэтому все профессионалы, банщики знают, как подготавливать дубовые, березовые венички. Конечно, я вас этому не научу, а может быть, я выйду на природу тоже за дубовыми веничками. Мы еще раз встретимся только на этой теме. Дорогие мои зрители, не упустите время до троицы собрать лекарственные травы, запастись веничками для бани, для сауны, наполниться самим этой солнцем, этими стихиями, небо, водой, природой, травами. Пожалуйста, зрители канала Марина Цветы, украшайте свой мир цветами, овощами, фруктами, но не забывайте о природе, которая нас окружает. Уделите внимание себе, своему здоровью. И просто вот так вот медитации на природе, и плюс восполнению даже своих, может быть, природных таких закромов, в которых вы храните вот такие вот венички. Смотрите, они очень легко отламываются. Сейчас дерево очень мягкое, податливое. Ну, не очень хочется вам рассказать и показать, как мы делаем венички, заготавливаем. Но это будет, наверное, на следующие выходные. Поэтому, дорогие зрители моего канала, ставьте класс, если вам тема природы этого мира интересна. Подписывайтесь на мой канал и украшайте свой мир цветами.